Беспредел в центре города. Водитель девятки наехал на сотрудника ДПС и протащил его на капоте больше километра. Вспомнили героев. В Березняках отметили 25-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. День для самых влюбленных. Сегодня представляем очередных участников нашего проекта «Свидание мечты». Это новости на ТНТ. В студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Мы рады, что вы с нами в первый рабочий день недели. И вот с чего мы начнем. Чрезвычайное происшествие произошло в субботу около часа ночи. Водитель девятки наехал на сотрудника ДПС и протащил его на капоте больше километра. Полицейский не удержался и слетел с автомобиля. После чего нарушитель скрылся, бросив машину. Сергей Калиник расскажет подробнее. Следственное управление раскрыло обстоятельства инцидента, имевшего место в ночь на 15 февраля, когда в результате действий водителя правонарушителя пострадал сотрудник ДПС. Девятка двигалась по улице Челюскинцев, где ее остановил сотрудник ГИБДД. Водитель авто дождался момента, когда полицейский окажется поближе к капоту и резко тронулся с места. Водитель данного автотранспортного средства провез сотрудника ГИБДД по улице Челюскинцев до улицы Мира, где данный сотрудник был сброшен в резком маневре данного автомобиля. Соответственно, водитель автотранспортного средства скрылся в деревне Семина, где бросил указанный автомобиль. Сотрудник ГИБДД обморозил руки, кисти, две их рук и, соответственно, там множество ушибов, ссадины. Сейчас здоровью сотрудника ДПС ничего не угрожает. Али Хач, кстати, 1991 года рождения, уже не раз привлекался за управление в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения. Уже на следующий день после ЧП злоумышленник был задержан и дал признательные показания. Был возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 уголовного кода Российской Федерации. Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудников. Сергей Каленик, Сергей Александров, новости на ТНТ. Минута молчания. В минувшую субботу в Березняках отметили 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Родители, чьи дети по жестокой воле судьбы не вернулись домой и просто неравнодушные люди пришли к памятнику воинам, погибшим при исполнении служебного долга. Репортаж Татьяны Александровой. 15 февраля – особый день для многих. Эта дата памятная не только для тех, кто лично исполнял долг, но и для тех, кто в мирное время был вынужден провожать своих детей и любимых на войну, многие из которых так и не вернулись домой. Я чту память всем, всем погибшим. Всем погибшим. Царствие небесное. Со слезами на глазах десятки горожан, которые не понаслышке знают об Афганистане, возложили цветы к памятнику воинам, погибших при исполнении служебного долга. Валентина Мунтян была инициатором создания этого памятника. Ее сын не вернулся домой. У меня мысль пришла. Я так скажу, в один момент у меня пришла мысль. Я тут же на следующий день вошла в управление культуры, в Лосково Ольге Андреевне. Мы это с ней обсудили. Она поддержала мою мысль. Тут же что-то сразу сделано на броске, к кому обратиться. Я спустил по Советскому проспекту, значит, в главе города. На то время он уже был Сергей Петрович Ньяков. И он, я задала ему такой вопрос, говорю, вот как вы считаете, не как глава города, а как житель города. Нужен нам такой памятник? Он говорит, нужен и будет. Более полумиллиона советских солдат и офицеров прошли эту нелегкую службу, среди которых 320 березняковских защитников. С тех пор, как последние воинские формирования покинули прожженную солнцем и войной землю, прошло ни много ни мало 25 лет. Но душевную боль вряд ли излечит время. Татьяна Александрова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Баскетбол в массы. Приняли участие младшие школьники из восьми школ города. Соревнования будут проходить в течение всего февраля. По их итогам отберут самых достойных. Мы хотим дать возможность каждому ребенку, во-первых, потрогать мяч. Во-вторых, поучаствовать в каких-то соревнованиях. Это соревнования внутри города. Посоревноваться. То есть дух победы ощутить, дух поражения, плечо товарища. То есть как бы это все. Вот в этих играх это все и будет. Тренируют детские команды настоящие профессионалы. Пять сербских специалистов приехали в Прикаме для того, чтобы дать возможность детям проявить себя в баскетболе. Однако одного желания мало. Будущий спортсмен должен соответствовать некоторым критериям. Очень важно для нас, чтобы мальчики были высокие, быстрые, техничные. Моторика, чтобы у них была хорошая. И их надо тренировать просто. Проект запущен в 2013 году. Уже сегодня в Березняках и Соликамске открыто 20 баскетбольных центров, в которых тренируются более 1200 детей. И отремонтированы школьные спортзалы. А 2014 год посвящен тому, чтобы сформировать сборные команды каждого года рождения. Эти ребята будут участвовать в краевых, российских и даже международных соревнованиях. Для нашего города развитие физической культуры сборка является приоритетным направлением. И нам очень приятно, мы рады этому, что именно компания «Уралгария» поддерживает нас в этом. И что этот проект, грандиозный проект, реализуется именно в Благодарске и Соликамске и Березняке. Как во взрослом баскетболе, на мероприятии участников поддерживает студия черлидинга. Трюки девчонок наглядно подтвердили масштабность мероприятия. Кстати, дети, которые уже вовлечены в этот проект, баскетболом занимаются с огромным удовольствием. Мне нравится команда вид спорта, потому что он сближает друг друга. Я занимаюсь уже больше полгода, мне нравится он. Я ничего не пропускала, ни одной тренировки, потому что я уважаю его, мне он нравится. Как Майкл Джон. Здорово, хочу быть. Мне очень нравится заниматься баскетболом, очень развлекательная, хорошая игра. Я уже давно хожу, мы уже призеры России. Главное, чтобы детские мечты воплотились в жизнь, а мы, взрослые, обязательно в этом поможем. Александра Зеленина, Сергей Александров, новости на ТНТ. Сегодня мы представляем очередных участников нашего проекта «Свидание мечты». На этот раз молодому человеку пришлось постараться, чтобы получить признание в любви от своей девушки. В центре событий побывала и Татьяна Александрова. На этот раз заявку на участие в нашем самом романтичном проекте оставила Ксения, которая в день всех влюбленных решила поздравить своего молодого человека необычным способом – поиграть с ним в 12 записок. Для того, чтобы наша героиня была еще прекрасней, мы ей подарили поход в салон красоты бьюти, который расположен по адресу Ленина 47. А пока профессиональные руки мастера превращали волосы Ксении в волшебно-рассыпные локоны, мы поехали за подарком для самой затейницы. Здравствуйте. Мы вам звонили. У нас вот героиня пока находится в салоне. Нам нужен букетик. Ну вот мы подобрали вам. Флористы магазина «Цветы» по пятилетке сто собрали неописуемую композицию. Нежные светлые розы, хризантема, альстромерия, орхидея дополнены этой милой бабочкой. Букет полностью передает настроение нашей участнице. Ты замечательно. Мне кажется, наша героиня будет просто в восторге. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Пока Ксения готовилась к свиданию мечты, мы поехали к ее возлюбленному, чтобы задать старт игре. Женя, привет. Это телеканал «Таня Та Березники». Твоя девушка очень хочет тебе подарить свидание мечты. Так что записку на стуле бери и следуй своему сердцу инструкциям. Сказать о том, что молодой человек был удивлен нас видеть, не сказать ничего. Евгений был в шоке. Но все же любимый он не подвел. И тут началась игра. Несмотря на то, что погодка сегодня не совсем была на стороне Евгения, все же он не сдался. Тонул в сугробах, забирался на детские площадки и остановки, катался на автобусах и все ради своего главного подарка – Ксении, которая уже поджидала его на главной площади города. Увидев свою возлюбленную, Евгений так быстро побежал, что наш оператор еле успел за молодыми. Катенька, у меня девушка. Я люблю. Еще два интересных подарка для наших спонсоров. Это такой замечательный букет, который собирался именно для нашей девушки. Любимая девушка. У тебя есть права подарить детей. И это подарочек вам двоих для влюбленных ужин в ресторане Синбад. Помимо такого удивительного дня, у ребят теперь есть возможность побаловать себя прекрасным романтическим ужином в кальян-баре Синбад, который находится по адресу Челюскинцев 7. Конечно же, абсолютно бесплатно. А свои эмоции по поводу пережитого пара скрывать не стала. Конечно, не успел глаза открыть. Думаю, кто такие стоят, а там вам телевидение. Я просто не знаю, что делать, только глаза открыл. Все, там какая-то записка и пошло, пошло. Ну да, подарок, конечно, очень сильно меня удивил. Я рад, что моя любимая мне дарит такие сюрпризы. Сон, большое спасибо тебе за этот подарок. Я тебя сильно-сильно люблю. Идея просто пришла такая поздравить, как-то необычно. Чтобы было приятно. Запомнилось. А если вы тоже влюблены и хотите удивить свою вторую половинку, и у вас уже есть креативная идея, звоните нам, мы вам поможем устроить свидание мечты. Татьяна Александрова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Магазин цветы на пятилетки сто. Огромный ассортимент горшечных и срезанных цветов. Самые низкие цены. Свадебная флористика. Оформление живыми цветами залов и машин. Букеты на все случаи жизни. От эконом до вип-класса. Цветы пятилетки сто. Окунись в загадочный мир Востока. Скальян баром Синбад. Вкуснейшая восточная и японская кухня. Расслабляющая атмосфера и романтический настрой. Скальян баром Синбад. Любой день может стать особенным. Приходите. Челюскинцев 7. Телефон 2626-00. Салон Бьюти приглашает создать новый образ. У нас услуги парикмахера, маникюриста, все виды массажа, аппаратная косметология, финская баня с уютной гостевой комнатой и скидка на все абонементы. Салон Бьюти. Ленина 47. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды, а я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Спонсор прогноза погоды – компания «Агрострой». Только сейчас металлочерепица и профнастил со скидкой до 10%. Березники, Советский проспект 6, Соликамск, Энергетиков 36. Спонсор погоды – кредитные кассы. Займы в короткие сроки на очень выгодных условиях. Спонсор прогноза погоды – оптовая база спецкомплект. Нужна качественная теплица? Тогда вам к нам. Березниковская, 75. Склад номер 6. Во вторник наш регион останется во власти фронтальных разделов, протянувшихся от обширного скандинавского циклона. Их облачные поля, закрывая небо над Пермским краем, удержат в большинстве районов пасмурную погоду со снегом и небольшими морозами. 18 февраля в Перми облачно-небольшой снег – минус 2, минус 4 градуса. В Александровске облачно-временами небольшой снег – минус 4, минус 6. В Губахе – минус 3, минус 5. Облачно-небольшой снег. В Кизеле также – минус 3, минус 5. Облачно-временами небольшой снег. В Соликамске – 3,5 градусов ниже нуля. Облачно-небольшой снег. В Березниках 18 февраля облачно-временами снег. Метель. Температура воздуха ночью – минус 8, минус 10. Днем – минус 4, минус 6 градусов. Атмосферное давление – 740 мм ртутного столба. Ветер южный, юго-восточный – 3,8 м в секунду. 18 февраля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Если есть у вас проблемы, крыша требует замены. Профнастил и металлочерепица в хозяйстве очень пригодится. Покупая зимой, забираю весной. Вот это удача! Плюс Агрострой подарит до 10% скидки в придачу. Агрострой. Советский проспект 6. Деньги каждому нужны. Нам слова эти важны. Запускаем деньги в массы. Вот девиз кредитной кассы. Приходите, убедитесь. Быстротевы, удивитесь. Ну а чтоб не зря прибыть, нужно паспорт не забыть. Готовься не летом, а теплицу весной. Только до конца марта. Теплица удачная. Всего от 11,5 тысяч рублей пенсионерам скидки. Ждем вас на Березняковской 75, склад номер 6. Телефон 26 38 78.